здравствуйте уважаемые дамы и господа сегодня хочу рассказать вам одну таинственную историю мистическую она подойдет не для всех потому что скажем прямо жутковатая эта история и если вы человек впечатлительный то рекомендую вам это видео выключить его не смотреть потому что впечатлительным людям такие истории рассказывать нельзя учитать то что это история из реальной жизни одной женщины которая произошла с ней история имеется в виду произошла когда она была еще девочка и училась в школе в общем эту историю я буду рассказывать от ее лица от первого лица от имени этой девушки которая поведала мне эту историю ну давайте приступим это случилось в 90-х годах когда я училась в школе у моей одноклассницы марины умер отец его похоронили казалось бы надо жить дальше но марина очень переживала мы стали замечать что после уроков она не идет домой а гуляет на улице до прихода мамы с работы а потом стала ходить в школу не из дома а откуда-то с другой стороны мы спросили почему такое происходит марина ответила что ночует у тети а про остальное расскажет нам позже через пару месяцев она стала ночевать дома а потом поделилась с нами страшно мне было девочки говорит она однажды прихожу домой после школы а отец на кухне сидит и зовет меня пообедать я испугалась и убежала из дома ведь он уже был похоронен мой отец потом он продолжал появляться на кухне и стал мне снится каждую ночь один сон очень хорошо помню мы с ним стояли на кладбище а перед нами две могилы одна зарытая другая пустая спрашиваю его чьи это могилы он ответил что одна его а вторая лёшкина лёшка это старший брат марины я начала плакать и просить чтобы отец зарыл пустую могилу говорила что лёшка еще молодой у него только только сын родился да и мама не переживет если с ним что-то случится отец согласился закопать могилу но взял с меня слово что я буду ночевать дома потому что маме тоже очень плохо попрощался и ушел я вернулась домой продолжала марина маме ничего про свои сны не рассказала но на следующий день мы с лёшкой должны были съездить к родственникам и произошло нечто необъяснимое жду а его все нет через некоторое время он позвонил мне на домашний телефон и говорит что выехал на машине чтобы забрать меня и вдруг резко отказали тормоза он вывернул на обочину и врезался в столб машина сильно пострадала а мой брат отделался испугом даже царапин не было после этого разговора я поняла что отец держал свое слово и меня вдруг как будто потянуло к окну я подошла к нему и увидела что отец уходит от нашего дома он повернулся и помахал мне рукой больше я его не видела даже во сне такая вот ребята история произошла и хочу вам сказать от себя что я в принципе не на секунду не сомневаюсь в реальности этой истории потому что действительно такие проявления встречаются не только на территории украины россии белоруссии но и в других странах и это не новость вот такие вот проявления ну хотелось бы отметить что было бы неплохо в принципе если бы люди когда происходит что-то необъяснимое непонятное читали бы иисусову молитву звучит она так господи иисусе христе сыне божий помилуй нас грешных аминь ну либо можно закончить так помилуй меня грешного или помилуй меня грешную вот это иисусова молитва по совету игнатия бренчанинова это церковный деятель если хотите можете почитать его книги в нескольких томах он говорит о том что молитва иисусова она помогает во многих жизненных ситуациях вот и я думаю что именно эта молитва поможет найти путь и поможет разрешить ситуацию и будет полезной в любом случае поэтому я буду видео свое заканчивать подписывайтесь на канал если еще не подписаны нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видеоролики и ставьте лайки это поможет продвижению канала всем пока